всем здорова ребят ну что у нас сегодня как обычно прокачка агментация 1 2 эволюции разбор нового героя посмотрим что он себя представляет на 2 а вас прокачкой скилла принципе он довольно таки неплохой единственный минус у него очень мало жизни то есть надо будет делать его с уклонения по поводу молчанки однозначно оставить ему зажку против зефировой прочих возможно он в пачке с оккультистами выражаем будет делать чудеса ну а правда опять придется кого-то выбирать непонятно кого в общем поехали делаем прокачку ему и посмотрим чем сможет уже на более менее обычной прокачки сможет ли он тащить так десятка нам дает три героя четыреста шестьдесят процентов от атаки от хилл также щит 24 процента отражалка 4 дружественные героя получают а точнее грез не четыре героя но все страны без изменений давайте сейчас попробуем что-то другое поставить по сути пер здесь нафиг не нужен плюс то что он дальник плюс то что он у нас автопрокер это однозначно плюс верс опять в принципе можно и ремку оставить эмблему поставить просто любую сразу будет исключаться окладно давайте пока так оставим поставим сюда чё тут у меня проблемах интересное действительность зажка должна быть 10 и не помню на ком-то и тестировал уже ну в общем его надо по сути если ставить но я не знаю если смысл его надо вставить и как он никакой атаки дамага нам по сути не дает если тот же самый выражай он атакует то этот не атакует он чисто бафер блин как он же шозе феникс то есть если посмотреть а вы не можем принадлежать надо качать если посмотреть на других героев тот же самый выражаем атакует оккультист он тоже имеет атаку этот же просто чисто хелит накидывает щит ну бьет конечно же с руки все больше у него по сути атаки как таковой нету то есть это конечно же чисто вспомогательный герой бафер и не более того хорошо это или плохо вот на пола пола косах чисто сделать неубиваемую пачку с ним будет еще проще да а вот так чтобы еще домах наносил конечно вот это печально то есть у него нету по сути скилла для дома это как хранитель тот же самый который просто но хранителя хотя бы тень хрона есть которая вылазит там еще хоть что-то дамажит у этого получается нету этом и это печально это очень печально но ничего с этим не поделаешь такс я не буду ставить час никакого супер по-то делаем ему эволюцию сразу качаем его на вторую рава и посмотрим на него он покажет из себя что у него по жизни будет как он вообще будет держаться так первая эволюция поехали сразу же делаем вторую и посмотрим что мы сможем всего сделать однозначно придется делать ему уклонение из других вариантов нет придется ловить все-таки уклоны чтобы он больше жил за счет своего менее как у оккультист принципе он будет вместе с оккультистом просто неубиваемые связки я думаю вам эти связки покажу то есть это будут герои которых просто ну нереально слить по идее мы посмотрим он вообще не дамажит то есть ему даже отражалки по сути не страшны если так разобраться то есть у него домах только с руки все так вторая эволюция у нас есть поехали делаем ему аугментацию бум так одиспанфлют не знаю чем этом года наверно какая-то короче появилась поехали дальше делаем ему немножко здесь марафет наводим металлические тасмерки его надо чисто на уклонение пробовать ловить уклоны потому что другого варианта принципе не может быть немножко уклонение на роли боится стану вот это единственное что последних всех героев это стан самые проблемные плюс конечно он еще дает щит отражалку которой по сути у нас будет давать еще дополнительный дат героям то есть это еще круто круче даже до уклонение у нас как обычно нифига не падают наконец-то наконец-то еще один уклон ой 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 не поменял вид сопротивления все что хочешь падает для того что надо по сути если разобраться и мы даже и точности нафиг не на но только если для заряда по вражеским героем хотя они его принципе так будут заряжать ударами то есть ему даже точность нафиг не нужна ему выжить чем подольше то есть ему ставите максимум уклонения я думаю это это все да блин дети уклонения третье черном третий нам третье не подходит пятое так отлично атака кстати давайте паролем за это за дискаунты у нас есть это сэкономим сэкономим на героя еще пятьсот четыреста самого как-никак каждом четвертом экономим на четырех точнее одну экономию тулку как видите никакого горка двойка давали бы еще хоть какой-то шанс ловить получше у у щит ребят вот так вот фу у нас собрану так давайте здесь попробуем правда здесь хотя бы попробуем словить если повезет 21 пуск бум нету ничего к сожалению я потом до роли в общем вот так вот нет у нас сегодня сменок еще сундучки заберем нету 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 сегодня сменок жалко так с этим разобрались сделали мы его таким вот красивым 2 эволюция 2 эволюция 66 скилл я потом докачаю ремочка огненка без питомца идем поехали посмотрим на давайте уже заберемся на кошмарку я думаю кошмарку 510 пойдем посмотрим на него может здесь стану видите самая большая проблема у него это стан его можно за станет то есть соответственно надо будет думать над анти станом соответственно питомец вы знаете какой слоняра ну а так вообще просто просто красавец посмотрите он себе резает полностью весь домах конечно ремка там нам нафиг не нужно сейчас вы так заряжает по сути ремка это такое знать это для включения pvp локациях сразу его у этого счета все посмотрим что у нас выпадет но однозначно лучше всего сразу качать огненку что мы сейчас наверное сделаем на домах его тоже смысла никакого нету качать все это такое чисто дефный вариант героя который не имеет скилловой атаки ракушка как вариант кстати вот 10 ракушка 10 воинка лучше огненку ракушку эмблемы ставить помню этот ракушек столько нету не мы не сможем к сожалению сделать давайте хотя бы девятку качнем смотрим чем на девятке делает плюс огненка терном не блокируется в принципе он восстанавливает себя из огненка плюс поставим слона чтобы не станется еще дополнительно вот такая вот связка единственное здесь пусть поставим наверно священный суд это лучший вариант будет это добавит нам и дефа и отхила будет намного больше вот как раз священный суд у нас есть вот такая вот сборка с уклонениями думаю он будет должен тащить на это пока предварительный тест вот такая вот сборка эволюция агментация ракушка приехали посмотрим пройдя на него конечно его сейчас тут наверно зефир просто от имеет то чем и говорилось то есть тут жизни у нас нету у нас жизни вообще фигня по идее 180 плюс 230 зефира на 3-4 тычки попасть по нам поэтому это такое так давайте здесь попробуем зафигачим стан прошел недомогание он кинул щит и все его сносит жизни ему надо однозначно качать лавал с 30 прорыв потому что против тридцатых прорывов нифига не сделает жизни маловато будет против его скилла кстати вот недомогание тоже хороший вариант он не будет себя так хилит вот фрая раз-два пришла ударила и все на этом все закончилось по сути его очень быстро ушатали будет ли это им бой покажет тридцатый прорыв потому что она вот такой вот эволюции недомогание сработал но тут нету подушек сейчас посмотрим увидите это весь его дома просто кастрированный герой вот реально кастрированный бард по-другому мы его не назовем пошел 100 вы сами все видите принципе то есть но это ракушка нам надо все-таки ставить и свою огненку это самый лучший вариант будет для этого героя потому что ракушкам она срабатывает через раз конечно обратку дает но она не дает дефа от урона у этого героя жизни мало поэтому тут вариант конечно ну и учитывайте то что это тридцатые прорывы как-никак хоть немножко продержался то есть тут вариант единственное это ставить реально огненку и не париться в общем ждите теста максимальной подкачки думаю следующую сделаю вам уже максималку покажу что он может но пока предварительно то о чем я говорил его будут очень быстро сливать плюс то что у него иммунитет есть некоторые минус иммунитет к стану нету иммунитета к стану мало жизни и он не дамажит то есть он кастрированный герой который не дамажит вроде и донатный но дамага у него только от руки работает короче ручкой вот так вот ребятушки все пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока